Приветствую вас, я вам постараюсь ответить на ваш вопрос более узконаправленно, потому что, в принципе, коллеги дали более глубокий ответ, я считаю, что он правильный, но моя теория, мое отношение такого, что я предпочитаю помогать клиентам отвечать на их вопросы прямо, потому что то, что кроется за вопросом не всегда нужно человеку, и, соответственно, даже если говорится, что это правильно, то это не значит, что вам это пригодится. Как создать поддерживающее окрушение? То есть, по сути, как создать окрушение, которое бы разделяло с вами ваши взгляды? На самом деле, на самом деле, довольно-таки легко, как мне думается, потому что достаточно всего лишь тем людям, которые вас окружают, нужно рассказать, чем вы собираетесь заниматься, и посмотреть на их отношение к этому. Если они относятся одобрительно, то это именно те самые люди, которые вас поддерживают. Если не одобрительны, и вы увидите у них негатив, попытайтесь их переубедить. Распишите им положительные моменты того, что вы хотите делать. Опишите им результат, опишите им плюсы. В общем, сделайте все то, что необходимо для того, чтобы они поверили вам, что это действительно круто. Это действительно здорово, то, что вы делаете. И вот тогда, кто? Тогда-то. Тогда-то, собственно, и вы разделите людей на тех, кто вас поддерживает, и тех, кто вас не поддерживает. Где-то придется постараться, где-то придется убеждать, где-то придется уговаривать, где-то придется спорить. Но если вы сможете несколько людей хотя бы убедить в том, что одно, что вы делаете, это брак верно, интересно и перспективно, то я думаю, что они, в свою очередь, при желании у меня других. Этот образ, который я хочу вам задать, заключается вот в чем. Вы пишите, чтобы, значит, вы не хотите, чтобы, так, чтобы, значит, предстоит помимо всего прочего много ошибок, неуверенности и неверных решений. И вы не хотите, чтобы вас в них тыкали. Вот этот момент мне бы хотелось проработать один. Дело в том, что нужна критика. Нужны критические отношения вашего решения к вам, чтобы они как раз-таки обращали ваше внимание на ошибки. Без этого вы не сможете развиваться. Без этого вы не сможете личность нарастить. Без этого у вас не получится, ну, собственно говоря, прогрессировать. Поэтому вам необходимо определить для себя. Вы хотите кого? Тех, кто вас поддерживает. Это начать людей критикующих, там, спорящих с вами. Конструктивно, конечно же. Или это просто фанаты, единомышленники, которые, не обращая внимания на реальное положение вещей, просто следуют слепо за вами. Если вам нужно это, обязательно, ну тогда, конечно, следует просто расписывать лишь позитив, лишь хороший момент, то есть, чтобы люди загорели, чтобы они сказали, да, классная идея, мы тебя поддержим, давай, 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 давай. Это одно. Если вам хочется все-таки иметь рядом с собой людей, взрывомыслищих, которые могли бы удержать, уберечь вас от ошибок, это немножко другое. И здесь, особенно важно, чтобы вы все-таки, ну, как бы, поняли, что без критики, без отстаивания своих взглядов к вам, без осознавения дела, без взглядов. Невозможно повысить устойчивость того, что вы предпочитаете делать. Устойчивость и жизнеспособность вашей позиции, вашего положения, мировоззрения и устойчивости. Если вы боитесь критики, если вы не хотите этой критики, тогда вы рискуете ошибиться, ошибиться очень сильно. А неверные решения, вы знаете, нет верных решений. Есть решения, те, которые требуются в определенной ситуации. Есть решения неприятные, есть решения, которые вообще я наверху никогда не хотела бы принимать. Но, тем менее, их приходится принимать. И важно, чтобы люди, критикуя вас, были готовы к этим неприятным решениям, были готовы к тому, что решения придется принимать. Не всегда, не всегда, соответствующие морали. По сути дела, вы нуждаетесь вот в адеквате, в такой вот, знаете, личности. Крепкая, крепкая личность, отознающая себя и понимающая вас. Едва ли можно сказать, что таких людей много, и поэтому, если 1-2 человека наберутся, именно вот такого плана, из которого я описываю. Ну, хорошо. Как я уже сказал, с фанатами, просто поддерживающими вас, и, как бы сказать, такой с попой, да, будет проще, если вы что-то пообещаете, что-то посулите, что-то распишите, раскрасите, используя ораторское мастерство. Что вам выбирать, решать вам? В заключении хотел бы вас спросить вот что. Всегда есть недовольные люди, недовольные тем, что делают другие. Всегда есть критики, критики, которые просто критикуют. Просто потому, что они не могут ничего другого делать, кроме как критиковать. Мой вопрос заключается в том, а зачем вам вообще поддержка? Вы сами уверены в своих силах? Если да, то поддержка вам ничего не нужна. Люди будут видеть, куда вы идете, и либо следовать за вами, либо нет. Но если вы четко будете снять цель, то уверенность ваша не поколебится. Не поколеблется. А если вы не уверены в себе, тогда, ну нет, не уверен в себе проработать, состранить. Чтобы в первую очередь самостоятельно быть уверенным в том, что вы делаете. И не быть зависимым от окружения. Быть готовым к тому, что вам указывают на ошибки. Указывают на ошибки? Пускай. Ругают? Пускай. Это просто общество, которое не принимает взглядов и действий людей, которые не соответствуют их представлениям. Так и что? Если вы сами убеждены в своей правоте, в правильности, вас ничто не остановит. И никто, и никто. А зависит от окружения, это значит зависит от мнения людей. Окружение, окружение, это ведь это тоже по сути общество. И вот сегодня она с вами, какой бы она ни была, а завтра она уже вас выталкивает. Завтра она уже стремится вас подчинить. Поэтому думаю, что для более эффективного построения деятельности вам нужно вообще-то быть независимым от окружения любого. А вот советники, которым вы прислушивались бы время от времени, вот они вам нужны. Ну, а решать, как поступать, естественно, вам. То есть я здесь просто расписал возможные варианты. А как и что делать, решаете только вы. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился модель, буду благодарен, если оцените его как лучший.